Служение наше подходит к концу, время нас поджимает. Мы, к сожалению, и я уверен, что среди вас здесь сидящих еще записки подавались, много желающих спеть, рассказать, уже не музыкальные группы, а так лично каждые. Но мы не имеем такой возможности всем предоставить, как я сказал, потому что не наш. Для Бога и такую жертву Бог всегда принимает. Небо всегда готово принять эту жертву, и когда эти жертвы льются, поднимаются, и они изливаются из сердец из уст наше, то небо с таким вниманием это все наблюдает, смотрит и посылает свое областновение. Я хочу коротко сказать, и потом прочитаю один стих, и после мы будем молиться. Я хочу сказать, что обратиться к музыкальным группам. Их много сегодня пело, их могло бы быть больше, но эта большая ответственность ложиться на музыкальные группы в церквях на том месте и в том труде, в котором они стоят, это дело ответственное. И порой, может, даже сами музыкальные группы не разумеют, но если внимательно исследовать Писание, то от вашего труда, братья, сестры, музыкальные группы, поющие или хор где-то, то снимают, когда наблюдаемый следом Писания, от этих людей зависело многое в служении. И когда эти люди были под великим благословением, а вы помните, в дни царя Езекия, когда он расставил певцов, левитов, и когда они начали петь на трубах, когда на кимвалах и на всех музыкальных инструментах и орудиях, то написано «все собрание молилось». Это говорилось о том, но прежде чем поставить этих певцов и музыкантов на это служение, то мы выше там читаем, Езекия освящал всех этих людей. Потому что неосвященные, они не могли тронуть все собрание, и они не могли бы сделать такое, можно сказать, движение духа. Но, будучи освященные, они начали петь, и под воздействием благодати через них Господь и через их пение собрание все сразу побудило на молитвы. И они все преклонились, поклонились, молитва шла к небу. Братья и сестры, бывает такое, где написано, я помню такое место написано, значит сказано, что «удали от меня шум песней, ибо звуков свирели твоих я не хочу слушать. Пусть как поток течет правда твоя». Вот братья и сестры, что там тоже «удали от меня шум песней». То есть песни пелись в Израиле, но это было другое время, не дни царя Езекия.